Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Романа Донин. Смотрите сегодня в выпуске. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Утро жителей Корсаковки началось с новости о пропаже двух мальчишек. Местные активно обсуждали исчезновение. Родители подняли переполох еще с вечера, когда 12-летние ребята не вернулись домой. Телефоны парня оставили дома. Наши родственники же ездили, искали всю ночь. И где искали? Везде, где только можно. По Корсаковке. Ну, в смысле в лесу, там везде. Полицейские же тоже искали. По квартирам ходили. Погода 17 июня была жаркая. Для купания сама то. Одному из пропавших починили велосипед. Тот позвал друга и товарищи поехали на речку в Яконовку. Оттуда маршрут пролег на Кугуки. Там дети и заплутали. На ночь глядя искать дорогу не стали. Устроили ночлег прямо на месте, где застали сумерки. Они поехали купаться и забудились. А потом, когда назад пошли, уже сыро. Там сыро. Они на велосипедах. Там сыро. И, не знаю, потеряли дорогу. Все. А там нашли какие-то дощечки. На них легли, укрылись. Травкой этой укрылись. С рассвета молодые Робинзоны оставили велосипеды и отправились на трассу. На попутках уже добрались до родного села. В поисках ребят участвовали сотрудники полиции и МЧС. Родственники, волонтеры и местные жители. С родителями детей провели профилактическую беседу. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс. Во время летних каникул родителям самое время подумать о безопасности своих детей. Необходимо знать, где и с кем находится ребенок. Обучить правилам ПДД, нахождение на водоемах и в местах массового скопления людей. И самое главное, найти, чем несовершеннолетний займет свое свободное время. С наступлением летних каникул увеличиваются риски травмирования детей. У ребят появляется много свободного времени. Они чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. В прошлом году за летний сезон произошло более 20 чрезвычайных происшествий с участием детей. 19 ребят пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Один подросток получил тяжкие телесные повреждения в результате удара током. И два ребенка утонули на водоемах. С начала этого года уже зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Трое из них это велосипедисты. Два ребенка до школьного возраста выпали из окон. В летний период работают при школах лагеря с дневным пребыванием детей, где ваш ребенок будет находиться под пристальным присмотром педагогов. Многодетные семьи и семьи, которые находятся в трудножизненной ситуации, могут обратиться в отделы социальной защиты населения и получить бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря. Также на территорию округа учреждениями культуры и спорта систематически проводятся досуговые мероприятия. Сводный план данных мероприятий размещен на официальном сайте администрации Сурисского городского округа в разделе «Анонсы». Проблемы горожан решаются. Глава администрации Евгений Корж проехал на участок и проконтролировал, как выполняются поручения. В этот раз под пристальным вниманием оказался аварийный лестничный пролет по проспекту Блюхера. Подробности смотрите далее. Пандус для инвалидов возле дома номер 5 по проспекту Блюхера нужен был давно. Проблему создавала и яма возле пешеходного перехода. Что ни дождь, тут целое море. Пройти невозможно. Движение пешеходов только в обход. Теперь здесь новенький асфальт. Тут же и инвалиды ходят, и пенсионеры, ни пантуса, ни дети, женщины с колясками, с детьми. Ни проехать, ни пройти. Ну это что такое? Два швелера посадили, и три года бились. Пять лет стоял он наконец-то. Будет сдвиг какой или не будет. Ну наконец-то что-то это делается. Жители дома Павлюхера пять бились за лестничный пролет несколько лет. Проблему обозначили на одной из встреч жителей города с главой администрации. Анатолий Иванович был лично заинтересован в решении, ведь жена инвалид-колясочник. Начиная с моего прощения с августа месяца 2017 года и по настоящее время никаких двигателей нет. В итоге Евгений Корж дал указание в ближайшее время отвезти воду с дороги. На лестнице сделать пандус для инвалидов. Пообещал приехать и все проверить. И приехал. Подрядчик уже выполнил большую часть работ. Ну во-первых, на пешеходном переходе здесь была яма. И когда дожди, люди невозможно было пройти. Поэтому мы подняли асфальт, сделали вот эту воду, чтобы люди спокойно могли переходить по пешеходному переходу. И здесь просили сделать нормальные лестницы и перила, чтобы для пожилых. Это все будет сделано. Знаю, что вы сделали. Вот это вот. Ну катались. Огромное спасибо человеческое. Понимаете? Мы по всему городу это делаем. Подобные встречи с главой администрации организуют каждую неделю. Любой житель округа может задать волнующий вопрос и получить на него ответ. С проблемой постараются разобраться. Будь то ливневки, ямы на дорогах или ремонт двора. С графиком встреч можно ознакомиться на сайте администрации Уссурийского городского округа. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. Результаты ЕГЭ подводят в Уссурийске. Литературу и историю в этом году написали лучше, чем в прошлом. Максимум по литературе 84 балла. По истории 74. Это на 10 меньше, чем в 2018. Средний балл по базовой математике 43, что немного больше, чем за прошлый год. Результаты по русскому языку будут известны 20 июня, по иностранному 24 числа, по обществознанию 25, а по биологии и информатике 27 июня. Самым популярным предметом стало обществознание. Сдали 565 человек. Результаты этого экзамена необходимы на многих факультетах. Почти 250 выпускников выбрали физику. Третья и четвертая по популярности – биология и история. ЕГЭ сдавали 1287 человек. Это выпускники текущего года, прошлых лет, студенты средних профессиональных учреждений. Те, кто получил неудовлетворительную оценку по основному предмету, могут пересдать в резервный срок. Это время и для выпускников, у которых совпал день сдачи предметов во время основного этапа. Поработать летом – цель многих уссурийских подростков. Возможность школьникам дают и даже официально трудоустраивают. Наша съемочная группа отправилась в бассейн «Чайка» и на ледовую арену, чтобы узнать, чем занимаются дети и для чего устроились работать. Уссурийские школьники летом трудятся практически наравне со старшими, с 9 утра уже на посту. Все, как у взрослых, даже трудовые книжки теперь есть, так положено. И по закону с 14 лет уже можно официально работать. Немного денег самим заработать. Первые деньги и делается трудовая книжка в будущем, лучше будет на работу там устроиться. Мне просто это все говорили. Сейчас школьники трудятся в бассейне «Чайка» и на ледовой арене. Работы эти дети не боятся. Берутся за все, что доверяют. Моют, красят и даже шпаклюют. Кто-то пришел просто денег заработать, другие завести знакомство и чему-то научиться. За три месяца лета в «Чайке» отработают 9 школьников, на ледовой арене – 48. Интересно же. Как бы. Ну, что-то же научиться нового сделать. Так, и все. Есть какие-то планы на заработанные деньги? Что-то, может, конкретное мечтал купить? Да нет. Алена Сидорова устроилась работать летом впервые. Водят в порядок раздевалки для спортсменов. Готовят под покраску стойки для вещей. Пришла сюда работать, чтобы заработать денег и отдать их маме. Молодец. Скажи, чем занимаетесь? Какая основная работа у вас здесь в течение месяца? Ну, мальчики красят, а мы, девочки, обычно просто подметаем полы, протираем пыль. Ну, обычное женское дело. Тяжело? Нет. Не устаём. Несколько мальчишек трудятся на льду. Точнее, на месте, где был лёд. Сейчас чаша опустела, вода ушла. Здесь у парней настоящая физическая работа. На улице обычно мы там тяпкой работаем, цветы садим, а на льдовой арене там маты таскаем или воду черпаем. Тяжело? Нет, не очень. Нормально сойдёт. Трудовые бригады на это лето уже набраны. А чтобы не упустить свой шанс заработать в следующем году, необходимо в марте обращаться в управление по делам молодёжи на Некрасова, 66. Подростков оформляют через центр занятости и по трудовой книжке. Екатерина Рехтина, Антон Новоцеховский, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Благоустройство дорог. В селе Возвиженке будет новый асфальт. Весёлое колесо. Правила дорожного движения повторяют юные велосипедисты. Настоящий учитель. В школе-педагогике прошла Бузовская олимпиада. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс новости. Продолжаем. Улица Бадыгина в селе Возвиженке будет отремонтирована полностью при условии экономии бюджетных средств. На данный момент обновили дорожное покрытие вдоль школы и детского сада. Также активно идут работы по углублению и расчистке кюветов. Состояние дороги по улице Бадыгина в селе Возвиженке уже не первый год вызывает резонанс у местного населения. Жители сетуют на разбитое дорожное полотно в начале улицы. Условно улица Бадыгина разделена на четыре участка. Два из них имеют гравийное покрытие, остальные асфальтобетонное. Из бюджета Уссурийского городского округа были выделены средства на ремонт одного из участков. Совместно со службой заказчика были произведены все замеры, составлены сметы, объемы, посчитано все. На покрытие гравийных дорог требуется в разы больше затрат, так как объем работ предполагает асфальтирование с нуля. В бюджете Уссурийского городского округа появилась возможность выделить средства на обновление асфальтобетонного полотна на улице Бадыгина. Приоритет был отдан участку, который проходит вдоль школы. С учетом того, что там массовые движения детей в школу, транспорт, там детский сад, туда подвозят родители детей в детский сад, в школу. Поэтому приоритет был отдан тому участку дороги. У меня здесь учились дети в школе, сейчас учатся внуки и даже правнучка. Вот, ходит в садик. Я хожу за ней в садик по асфальту от почты. Асфальт проложен очень хорошо. В селе Воздвиженке также ведутся работы по нарезке, углублению и причистке кюветов. Если удастся сэкономить средства, то они будут направлены на асфальтирование начала улицы Бадыгина. Илья Аманатов, Марина Роман и Игорь Антонов, Телемикс. По новому закону, женщины достигают пенсионного возраста в 60 лет. Однако, если в семье будущей пенсионерки трое и более детей, то выйти на заслуженный отдых можно раньше. Подробности в рубрике «Телеконсультант». Я мама троих детей. В общей сложности в декрете была 4,5 года. Хочу узнать, войдет ли это время в мой общий стаж и какие у меня будут условия выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений в 57 лет. При этом, для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. По закону, в страховой стаж одному из родителей включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста не более полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. В размере пенсии за эти периоды начисляются пенсионные баллы. Так, за один календарный год установлены следующие баллы. 1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым ребенком до полутора лет. 3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым ребенком до полутора лет. 5,4 балла – период ухода одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до полутора лет. Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали, либо за ними следовали периоды работы или другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Это позволяет родителям сформировать свои пенсионные права и получить право на страховую пенсию. Для того, чтобы узнать о своих сформированных пенсионных правах, можно ознакомиться с ними на сайте пенсионного фонда в личном кабинете гражданина, либо на сайте госуслуг, если у вас подтверждена учетная запись. Специалисты нашего управления ответят на ваши вопросы по телефону 3151 10. Школьники Уссурийска во время каникул повторяют ПДД. Летом особенно важно вспомнить правила передвижения на велосипеде и навыки управления транспортом. На муниципальном конкурсе «Веселое колесо» мальчики и девочки доказали, что знаниями в этой области владеют. Кто знает правила движения, тому почет и уважение. Чтобы опасности бежать, нужно правила все знать. Как безопасно пересекать дорогу и управлять велосипедом? На эти вопросы сегодня отвечали уссурийские школьники. Знания правил движения продемонстрировали четыре команды. Взрослые проверили координацию школьников на двухколесном транспорте, а также умение объезжать сложные препятствия. Я считаю, что не полезно, потому что мы учимся управлять велосипедом. И если, когда мы подрастем, будем ездить, наверное, по дороге, то они нам могут пригодиться в дорожных движениях. Как считаешь, вот эти навыки тебе пригодятся? На улице, когда на велосипеде катаешься, можешь какие-нибудь там ямки объезжать, еще что-то? Я ямки не объезжаю, я прямо на них. Так интереснее? Да. С начала мая в уссурийском округе случилось три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Девочка и два мальчика получили травмы. Поэтому школьникам не лишним будет повторить правила и прокачать свои навыки управления двухколесным транспортом. Проехать вот эти кегли. Почему? Ну, там маленькое у них расстояние, и можно ее легко задеть. Все проехала или избила что-то? Проехала. Планируешь ли там вообще кататься и пригодятся ли вот эти все навыки, которые сегодня повторились? Ну, да, пригодятся. Правила знаешь? Да. Как нужно на велосипеде дорогу по пешеходному переходу? Надо слезть с велосипеда и перейти дорогу. Школьники убедили жюри. К велосезону готовы. Ловкость отточили, правила повторили. Команда Корсаковки заняла третье место по общему количеству баллов. Второе поделили 25-я школа и Центр детского творчества. Победили мальчишки и девчонки из Селаново-Никольска. Екатерина Ряхтин, Алексей Шаповалов, Телемикс. Каким должен быть настоящий учитель? Ответ дали студенты школы педагогики. Тут прошел очередной этап Олимпиады WorldSkills Россия. Будущие преподаватели показали, чему успели научиться с первого по третий курс. Подробности узнавала наша съемочная группа. Кому каникулы, а кому на уроках сидеть. В школе педагогики провели третью вузовскую Олимпиаду WorldSkills Россия. Будущие учителя провели для начальных классов фрагменты уроков. Эльвира Верютина, студентка третьего курса. Для учеников Эльвира Владимировна приняла участие в таком конкурсе, чтобы в первую очередь проверить себя. Это был урок математики третий класс. Я проводила виды треугольников с младшими школьниками. Урок оказался очень интересным. Сначала волнение, конечно же, присутствовало. Но потом все обошлось. Как только я увидела детей, как только я вышла проводить этот урок, волнение отпало. Только я, только дети. И все. И больше никого. В конкурсе два направления или компетенции. Первое – преподавание в младших классах. Второе – в средней школе. В Олимпиаде показали себя пять участниц – студентки первого, второго и третьего курсов. В зале за уроками начинающих педагогов наблюдали эксперты со всего Приморского края. Сегодня у них два очень сложных задания. Потому что сегодня идет проверка профессиональной деятельности будущих учителей. В течение трех часов они разрабатывали урок. То есть один определенный элемент урока для детей начальных классов. На сегодняшний день в процессе жеребьевки выпал урок математики. Сначала студентки составили технологическую карту, определили форму работы, просчитали каждый шаг. Только потом провели часть урока. Дети от такого опыта были в восторге. Ведь занятия оказались непривычными с использованием современных технологий. Электронная доска, лего-роботы, интерактивный пол – тут точно не заскучаешь. Конкурс будет проходить до 19 июля. По результатам всех этапов определится победитель. Осенью лучший начинающий педагог отправится в Москву, чтобы там показать свое педагогическое мастерство. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. На этом пока все. В студии работал Роман Адонин. Сюжеты также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok